Да, всем доброго времени суток, доброе утро на самом деле. Рад приветствовать всех на семинаре. Большая просьба не включать микрофон, если можно, потому что, во-первых, эхо, во-вторых, мешает и тому подобное. В любом случае, лучше всего, как уже Ольга сказала, либо поднимать руку, если хотите задать вопрос. Напомню, что там в Teams есть такая опция. Либо же писать в чате, чтобы не прерывать. Опять же, когда будут различные, скажем так, темы, переключения с одной темы на другую в процессе презентации, перед этим будем зачитывать все вопросы по мере возможности отвечать на них или откладывать, может быть, это будет следующая тема и тому подобное. Как уже сказала Ольга, мы будем говорить про Power Platform, Power Applications и что такое Low Code, почему это является таким активным трендом, как применять это приложение, которое легко разрабатывается, что вы можете с ним делать, какие области применения и тому подобное. Кто первый раз на наших семинарах, еще раз напомню, меня зовут Игорь Шаститко, вы можете найти информацию обо мне вот на моем LinkedIn канале. У меня есть профайли по имени Игорь Шаститко и так далее. Не стесняйтесь, добавляйтесь в коннекшены. Иногда я там пишу что-нибудь интересное. У меня есть видеоблог, там тоже много технических видео, посвященных и Ажуру, и Power Platform и тому подобное. Ну и давайте поговорим непосредственно про Power Platform и, собственно говоря, темы семинара для того, чтобы вы понимали, это для вас или это не для вас. Сейчас, собственно, что такое Low-Code приложение, почему именно Power Platform, поскольку Low-Code и Power Platform – это не одно и то же. Low-Code – это принцип разработки, да. Power Platform – это один из сценариев разработки, которые предоставляет Microsoft. Мы поговорим про компоненты Power Platform, что она из себя представляет, и посмотрим, какие есть сценарии использования платформы. Power Platform для автоматизации процессов без тех или иных необходимостей программирования с простым, очень простым сценарием изменения подобных приложений, с простым сценарием публикации подобных приложений и тому подобное. Ну и, соответственно, посмотрим на Power Apps, посмотрим на Power Automates или Flow теперь, как они называются, но Automate лучше звучит. Поговорим про Power Virtual Agents, чат-ботов, что это такое, как оно работает. Мы рассматривали ранее в предыдущих докладах все это более детально, сейчас более обзорно для более широкой аудитории, скажем так, и тому подобное. Итак, что такое Power Platform? Power Platform – это, еще раз, как бы платформа, облачная платформа, базирующаяся на Ажуре и представляющая из себя набор компонентов, набор сервисов и набор инструментов для того, чтобы обеспечить работу в организации, обратите внимание, не написания кода. Это платформа для работы с данными и предоставления доступа к этим данным в различном виде внутри организации. То есть Power Platform на самом деле направлена для того, чтобы ваша организация, которая требует какие-то хранилища данных, обработку данных, анализ данных и тому подобное, могла спокойно работать и без использования большого количества, опять же, кода. Microsoft называет это привлеченными разработчиками, то есть не конкретные люди, которые разбираются в языках программирования, знают, что такое ссылки в памяти и прочие-прочие вещи. Нет, это очень простая визуальная среда разработки. В принципе, по своей сложности, если кто-то ранее сталкивался, она близка к Microsoft Access. Соответственно, такая же платформа, вынесенная в облако, вам не надо ничего устанавливать. Ну, кроме сценариев, где вы используете локальные automation процессы, локальный агент на машине клиента, все остальное работает в облаке, данные хранятся в облаке, манипуляция с данными происходит в облаке, создание самих приложений – это веб-интерфейсы в облаке. Если нам нужно клиентское приложение, мы про них поговорим, устанавливается специальный, опять же, агент на клиентскую машину или через веб-браузер. Все в облаке работает. И хочу обратить внимание, Microsoft говорит о том, что Power Platform – это не только очень простая игрушка, но и то, что продукты Power Platform подходят для сложной разработки. И в реальности на Power Platform написаны очень много компонентов, которые относятся к платформам Dynamics 365 или Office 365. Фактически все там взаимные процедуры, различные workflow внутри Office 365, когда вы занимаетесь утверждением и прочим, или Dynamics. Все эти вещи базируются на той же Power Platform. То есть Microsoft внутри своих решений применяет Power Platform. Что из себя представляет Power Platform? В реальности это, как вы видите, четыре основных компонента. У кого-то там включен микрофон и очень сильно шумит. Большое спасибо. Power Platform – это четыре основных компонента, четыре основных сервиса, которые вы наверняка знаете по Power BI. Это тоже часть Power Platform, и она взаимодействует с другими компонентами и тому подобное. Кроме этого, есть Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents. То есть Power Apps – это непосредственно приложение. Power Automate – это автоматизация, разработка бизнес-процессов. Power Virtual Agents – это работа с виртуальными агентами для возможности создавать свои чат-боты и прочее. Причем очень мощная платформа. К Power Platform относятся также коннекторы в различном их виде. Что имеется в виду коннекторы? Это коннекторы к различным службам и данным. То есть, например, если вы хотите получать данные с Office 365, в Power Platform присутствует коннектор, позволяющий вам выполнять операции в Office 365. Читать почту, проверять приход почты, манипулировать различными утверждениями и прочим, прочим, прочим. Это все, опять же, Power Platform Connectors. Если говорить о коннекторах, то их огромное количество, мы еще вернемся. AI Builder – возможность использовать сервисы AI в Ажуре, в основном, которые оборачиваются в Power Platform в виде готовых модулей, которые вы дальше можете применять для обработки либо анализа своих данных, либо для обработки пользовательского ввода, либо еще каких-то вещей. И платформа Dataverse – это, собственно говоря, Data Storage, универсальный Data Storage, который не требует специальных серверов и тому подобное. То есть, фактически, ваш SQL Server, ну, на самом деле, Cosmos DB, с очень расширяемыми возможностями для работы с такими данными. Да, я про это уже сказал. Еще раз хочу подчеркнуть важность понимания. И хочу обратить внимание, что мы не будем сегодня говорить про Power BI. Power BI – это отдельная огромная тема. Наша задача больше поговорить про Power Application, что они из себя представляют и тому подобное. Вопросы? Напоминаю, что можно поднять руку или написать вопрос в чате. Если кто не знает, как поднять руку, это вот здесь вот в Teams, если это десктопный, вот можно поднять руку, опустить руку, или же поставить лайки, если вам этот материал понятен, зашел. Можете поаплодировать докладчику. Ольга, большое спасибо. Итак, если вопросов нет, и мы можем продолжать, то, соответственно, что такое лоу-код? Идея лоу-коду известна вам давно. Она появилась еще, не знаю, со времен Delphi и прочих подобных продуктов когда-то в системе. В любом случае, она тогда, когда мы говорили о Delphi, это больше была визуальная разработка интерфейсов и тому подобное. Мы знаем Visual Basic, мы знаем Delphi, мы знаем Access. В принципе, Microsoft Access является самым близким к сценарию лоу-коду приложениями, поскольку не требовалось писать большого количества кода и тому подобное. И отсюда, из Microsoft Access, можно сказать, и берет, скажем так, начало свое Power Apps, не Power Apps, а именно Power Apps и лоу-код. Идея. Почему? Потому что разработчики сейчас дорогие. В Европе нормальный разработчик, вы найдете, нормального именно, в Европе вы найдете от 50 евро в час. Ну, грязными, но все равно. То есть, можно оценить затраты на разработку. Причем есть еще очереди, знаете, потом начинаются спринты и так далее, и тому подобное. Получить готовый продукт вы сможете разве что через полгода. А для вещей, которые полгода ждать, это слишком много. Особенно, если вам нужно автоматизировать какой-то процесс или сделать какие-то простые таблички для работы. Поэтому и появились лоу-код, да. Люди, которые что-то знают именно в бизнесе и близки к IT с точки зрения там. Я работал в Excel и писал формулы. В принципе, этого будет достаточно для того, чтобы освоить у многих лоу-код приложения и Power Apps. Визуальная часть и скрытая за ним часть данных, представление данных и тому подобное. Это все и есть та часть лоу-код, которая спрятана за ширмой Power Platform. И вам остается только именно описывать, что вы хотите без каких-либо кусков специального кода. Нет, это не значит, что вам не нужно понимать, куда вы подключаетесь, например, и что для этого требуется. То есть, если мы разрабатываем приложение, которое берет данные из определенного хранилища, мы должны знать свойства этого хранилища. Если мы пишем приложение, которое подключается к Офису 365, мы должны понимать, какие команды в Офисе 365 можно выполнять. Но, опять же, это все визуализировано. То есть, вам не надо писать коды обращения к Офису 365, как оно подключается и тому подобное. Вам не нужно писать код обработки результатов и тому подобное. Все это включено, опять же, в лоу-код, в пауэр-платформ, в коннекторы для работы. Тем самым, если мы говорим, что внутри организации нужно описать бизнес-процесс, который берет что-то из хранилища, анализирует каким-то образом, или еще более, получает инвойс, анализирует инвойс при помощи AI, выбирает из него какие-то правильные поля и тому подобное. Этот инвойс дальше отправляет на утверждение, на проверки и прочее, и потом заносит в какую-то из баз данных компании, вплоть до SAP, до SAP. Все это выполняется абсолютно нормально на лоу-коде и работает без проблем. Ну и, соответственно, почему и зачем? В первую очередь это именно бизнес-процессы. То есть ориентируясь здесь на то, что Power Apps и Power Automation в большей степени ориентированы именно на приведенные ранее примеры. Пример workflow внутри организации, где нужно взять один документ, взять из него данные, поместить в какой-то другой документ, отправить письмо с аттачментом или просто уведомление, посмотрите этот документ и утвердите это письмо, если все правильно, отправить такие изменения, внести потом измененные данные в базу данных и тому подобное. Да, это звучит очень просто. В реальности оно настолько же просто по большому счету и выполняется, и меняется. Но зависит уже от конкретных сценариев. И поэтому люди, которые… На самом деле, почему еще Power Apps стали популярными, если говорить не с точки зрения бизнес-процессов, а с точки зрения человеческого ресурса? Как я уже говорил, айтишники, разработчики сейчас дорогие. 50 евро в час – это нормальная вещь. Есть люди, которые по складу своего ума или по принципу работы, например, бизнес-аналитики, которые строят те же бизнес-процессы, утверждают бизнес-процессы в организации, уже работают с данной самой базой теоретической. И многие переходят на практическую базу. И Power Platform, Power Apps, Power Automate является самым простым способом научиться программированию. И, как это говорят в Украине, в России, войти-войти. То есть, соответственно, Power Apps для тех, кто хочет начать свою карьеру разработчика или начать свою карьеру в IT, является легко изучаемым. Предметную область люди знают, люди понимают, что они хотят. И таким образом появляется новый класс разработчиков. Да, они более, скажем так, дешевые. Но 30 евро в час даже для Европы это очень и очень хорошие деньги. То есть, можете посчитать, 30 евро в час, 160 часов в среднем, это примерно 5000 евро грязными или минус, вычитайте, 30 процентов, 3200 евро чистыми, что является очень и очень хорошей зарплатой, например, для той же Словакии, где я живу. Поэтому, да и в Украине 5000-3000, по-моему, для разработчиков сейчас платят. Поэтому этот весь процесс и пошел, да, то есть, как бы в применении. С одной стороны, бизнес видит эффективность применения, с другой стороны, создание таких приложений дешевле, с третьей стороны, люди торопятся выучить их для того, чтобы получить какое-то свое место высокооплачиваемой индустрии. Ну и какие решения здесь работают, да, то есть, как бы, это создание приложений для отделов, сбор данных, при том, что интерфейс сбора данных очень легко, буквально за минуту, за минуты пишется, да. Автоматизация внутренних процессов, утверждения, изменения и тому подобное. Расширение для офиса, как я уже сказал, сбор данных, опять же, отправка данных, расширение Dynamics или других CRM-систем, если у вас есть. И очень интересная часть – это расширение унаследованных приложений или приложений, которые не предоставляют сервис, требуемые уже сейчас. Например, у нас есть база данных с сиквел-сервером или каким-то другим сервером, не хватает уже современных интерфейсов, не хватает современного анализа и тому подобное. Мы подключаемся к базе данных, выбираем оттуда необходимые данные через коннекторы, отображаем, меняем, либо добавляем, опять же, automation для тех или иных процессов. Вопросы? Если вы пишете там какой-то вопрос и хотите успеть, рекомендую сначала поднимать руку, а дальше писать. Ну что же, если вопросов нет, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что, несмотря на кажущуюся простоту реализации, Power Platform является действительно... Вот тут спрашивает for junior track. Goose salary what is... Опять же, да, то есть я не видел, не знаю зарплату джуниора для Power Platform в Европе ниже 20 евро в час. Средняя зарплата для Power Platform составляет около 30 евро в час. Если вы знаете не только Power Platform, но и какие-то смежные технологии, например, Azure, да, почему мы говорим об Azure, потому что очень часто Power Platform базируется не просто на какой-то базовой вещи, да, то есть базируется на инфраструктуре той же Azure, то есть не просто взять данные напрямую в Power Platform, а мы берем эти данные через Azure Data Factory, чистим их, прогоняем через различные data flow, получаем data lake, и к этому data lake connecting Power BI, и поверх этого всего, поверх всего этого работает уже Power Platform, то за такие вещи будут платить и 40 и 50 евро в час. Что же касается клауд-сервисов, ну, контейнеризация, ну, шо, и что контейнер? Azure это всего лишь один из сервисов. Сейчас платят людям, если вы хотите получать зарплату от 50 евро в час, это либо разработчик, либо архитектор DevOps, да, который знает не просто контейнеры, конкретный контейнер, да, а знает весь стэк. Azure, как я уже сказал, вот, способный построить полностью решение, там, data platform, как у Microsoft называется. Jenkins, ну, CICD, это просто инструменты. Еще раз, обучение инструментам сейчас очень быстро, инструменты достаточно простые. Вы должны уметь не сколько применять инструменты, сколько понимать, как это все вместе будет работать. То есть, у Microsoft есть концепция data platform. Вы должны ее, забегая вперед, да. Microsoft, так, это не оно, это бла-бла-бла. Сейчас. А. Microsoft говорит о том, что для построения каких-то решений, да, для построения анализа и прочего, 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 есть набор инструментов. Вы должны уметь применять эти инструменты, создавать эти инструменты, строить эти инструменты, вот такие вот. И вот это вот все. То есть, то, что вы знаете Jenkins, ну, окей. все знают Jenkins, CICD, все знают сейчас CICD. Это, опять же, да, уровень 30-50 евро в час максимум. Если вы хотите получать 50 и выше, вы должны понимать, как работают все эти вещи, как работают все эти контейнеры, куда они идут, какие Signups, Analytics работают, и прочее, прочее. Если мы говорим сейчас об обработке корпоративных данных. Если мы говорим о архитектуре в целом, да, то, опять же, вы должны знать, понимать и уметь оперировать, что такое Microsoft Well-Architected Framework, да, для построения решений и прочее. Если мы говорим об архитектуре Azure как такового, Microsoft, я про это уже рассказывал, Cloud Adoption Framework. Вы должны знать, что такое Microsoft Cloud Adoption Framework. Давайте Enterprise Scale напишем сразу. Вы должны знать вот эту всю архитектуру, то есть тогда вы можете претендовать на роль архитектора, знать, какие лендинг-зоны, куда, что, где, какие сервисы, как они взаимодействуют, какие сабскрипшены, прочее, прочее, и компоненты, которые из них. 50-75 евро в час. Если вы это знаете. то есть, еще раз, Jenkins, так же, как и Power Platform, это всего лишь платформа. Тридцатка. И все. Ну, сороковка, если страхуетесь. Ладненько. Давайте вернемся к теме. Еще вопросы будут. А, да, кстати, к теме. Если хотите узнать подробнее, что вы должны знать, напомню, что у меня на YouTube ском канале, который я вам показывал ранее, который я показывал вам ранее, есть такое понятие, как открытое собеседование. Можете посмотреть, это вот именно, какие требования предъявляются к архитектору или даже администратору для того, чтобы зарабатывать те самые 30 евро в час, не как разработчик, а как технические специалисты и тому подобное. Смотрите, вот в плейлисте про IT-карьеру, здесь эти собеседования есть, по-моему. Вот. Так что рекомендую к просмотру. Окей, давайте вернемся к теме, я извиняюсь за отступление, не стоит думать о том, что Power Platform это игрушка. В реальности Microsoft вложился в него очень и очень хорошо. И Power Platform имеет полностью, скажем так, адекватную модель безопасности, модель защиты ваших корпоративных данных и прочее, прочее, прочее. То есть, что касается защиты, вся Power Platform работает на Azure Active Directory и используются, опять же, учетные данные пользователя вы, когда разрабатываете решение, вы можете принимать решение, как, кто подключается, ну, по умолчанию за это отвечает система, то есть, данные, когда вы подключаетесь к каким-то данным, это не значит, что пользователи будут подключаться к тем же данным аналогично, поскольку, например, у них может не быть прав и прочего. То есть, это все регулируется, настраивается и тому подобное. Power Platform использует тоже Azure Active Directory для лицензии, то есть, когда вы приобретаете лицензии, все это находится в вашей Azure Active Directory. Если говорить с точки зрения администрирования, то, собственно говоря, портал Office 365, Microsoft 365, Azure, там находятся все инструменты управления. если у вас есть подписка на Azure, я думаю, на Office 365 или Microsoft 365, я думаю, многим знакомы подобные вещи, где у нас есть необходимые операции, обратите внимание, Power Apps, Power Automate, можно переключиться на админский портал и работать с админскими порталами, и, соответственно, если говорить про Power Platform админцентр, вот он, являющийся частью управления, построенный по той же принципу, что Microsoft 365 и Office 365, где вы управляете всеми этими данными. Плюс, как я уже сказал, сама Power Platform имеет свои модели управления безопасностью дополнительные. Например, когда вы подключаете какое-то свое приложение к набору данных и вводите туда какие-то креденшалы, вы можете выбирать, как будут работать эти креденшалы, будут ли для всех пользователей они использоваться или это будет работать по отдельности, то есть каждый пользователь со своими креденшалами будет ломиться к данным и если у него таких прав нет, его будет отстреливать. Это все присутствует. Соответственно, для работы проверка подлинности Azure Active Directory каждый, кто подключается должен иметь свой Azure Active Directory аккаунт, при этом приложения могут проверяться, настраиваться и управляться через Microsoft Endpoint Management, само подключение может также проверяться, настраиваться и так далее через Azure Active Directory условное подключение, когда мы conditional access, когда мы проверяем в действительности ли подключаемое устройство или подключающийся пользователь соответствует всем требованиям безопасности организации и тому подобное, то есть это все работает, даже если пользователь запускает написанное вами приложение локально через агента на мобильном устройстве, например, все равно будут проходить все проверки, настройки и прочее, прочее, прочее. Это полностью управляемое, то есть лицензии также полностью управляемое, то есть если мы перейдем к админскому аккаунту, где наш админский аккаунт, в офисе 365, где мой админский аккаунт, кто-то видит админа, админ, я же админ, или не админ, четвертая вкладка, по-моему, да нет, не, это power платформа, админ центр, я говорил про офисный административный аккаунт, где же ты, наш дорогой админ, похож? Сзади по прямой ссылке, админный красотком, ну, вот это я и собирался сделать, так оно не работает, у меня же клавиатора отрубилась, а, 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 я не, не админ, ну, ладно, сам себе админские права не дал, бог с тобой, в любом случае, параметры настройки, параметры автоматизации, всего этого дела, сейчас мы другой аккаунт откроем, и куда ты нас отправил, в приватном режиме кстати не все в power platform работает лучше открыть гостевой account page работает на это во-первых другой вполне нормально всегда работала всегда пользовался именно приватным режимом но тут столько открытых различных аккаунтов с различных клиентов что она путается я сказал sign in то что сегодня за день что клавиатура совсем дурку и батарейки сели не вовремя наверное все таки админ я вот так вот да дожились до времен когда в собственный аккаунт надо входить через телефон да вот он наш дорогой любимый портал если мы посмотрим на активных юзеров то можно увидеть собственно говоря вот моего мой аккаунт а да я не админ а и здесь опять же все управления лицензиями и прочего 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 прих присутствуют и управляются именно со стандартного со стандартной консоли power apps вот вы видите power apps free вы видите power edge и тому подобное если требуется добавить каких-то каких-то других клиентов и прочее то есть вы включаете настраиваете это дело именно здесь для работы для управления и тому подобное то есть именно таким вот образом выполняется и раздача прав для подключения и раздача управления и прочие прочие вещи в системе а плюс опять же внутри управления внутри консольки администрирования системы поскольку мы не админ там там и сейчас есть еще возможность раздавать права на дополнительных уровнях самого окружения то есть эти окружения можно назначить environment admin environment maker и прочее прочее уже внутри не администратора офиса всего а внутри power apps of power platform для того чтобы предоставлять доступ к людям в режимах работы обратите внимание на разницу здесь вы видите только одно окружение здесь вы видите в данном случае два окружения одно из которых было создано by default другое было создано по необходимости для работы с тимсами если я хочу предоставить какой-то доступ к конкретному окружению я захожу в него и далее работаю с настройками конкретного окружения и либо же создаю свое новое окружение для работы если клиент разработчик до нуждается в своем новом окружении он знает что он хочет как это работает и тому подобное то есть он выбирает соответственно процесс разработки и далее создает свое новое при условии если кому-то эти права были разданы разданы да ну вот вы видите детали работы и опять же кто что где как и почему с этим вернемся то есть он выбирает юзер каждый из юзеров имеющий те или иные права мы можем добавить юзер для работы с данным окружением такие вещи настройки и прочее прочее это опять же часть управления часть параметров как и совместное использование приложений еще одна интересная вещь да то есть как бы мы можем расшарить разрабатываемые приложения для того чтобы разработчики несколько человек могли работать над одним приложением если этого требуется в процессе работы еще раз это не с доступ к приложению а именно разработка приложения еще одной важным понятием дам что такое среда да здесь интересная вещь является то что называется environment когда мы хотим чтобы кто-то разрабатывал приложение мы создаем новую среду указываем тип этой среды например триальная указываем место разработки еще раз sandbox production trial subscription by zed у меня в данном случае по моему есть подписка язык управления вещь разрешить даймэкс загрузить sample дейта указать security группы кому доступно данная по моему сюда а нет среду как вы видите мы уже сэндбокс тоже не дашь создать это я зря сделал потому что я хотел включить simple дейта но в любом случае вы видите что новую среду мы создали и теперь для разработчиков которые попадают в соответствующие права и группы я еще нет мы будем видеть еще 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 одну среду так для работы в необходимом окружении мы можем опять же предоставить доступ мы можем поменять этот доступ и прочие вещи хотя сэндбокс нам сейчас не нужен делит это границы обеспечения безопасности для различных групп своя среда внутри них свои приложения свои данные и тому подобное кроме того как я уже говорил я это еще покажу учетные записи подключения можно указывать будет ли использоваться общие данные для подключения или для каждого пользователя необходимо будет использовать его права и его разрешение для работы плюс есть дейта верстам дата данных я удалил которая в каждом в каждой среде своя которая позволяет нам хранить необходимые данные где ты с необходимыми таблицами с необходимыми настройками и тому подобное и у этой этих данных есть также свои настройки есть также свои параметры есть также свои ограничения есть бизнес рулы и прочие вещи которые позволяют нам регулировать права и разрешения по управлению соответственно доступом к данным доступом к приложениям и какие данные туда могут заноситься ну и плюс опять же да мы настраиваем данные на system кастомайзер data verse user или позволяем делегировать данные для того чтобы работать в принципе как бы как вы видите тут большая большой набор настроек набор понятий также в автомате и прочее мы еще сейчас вернемся в процессе демо а тут уже пишут спрашивает является ли я вот не понял вопрос являются ли эти таблицы similar как одинаковые как power bi ну это опять же это хранилище power apps вы power bi когда создаете свой дашборд вы берете отсюда вы эти данные для того чтобы работать с этими данными уже в power bi но данные изначально хранятся здесь да как будет у вас уже power bi настроен как я уже говорил это следующий вопрос да то есть будете ли вы закачивать данные напрямую или будете это брать куда-то например data lake и power bi будет не выкачивать данные использовать именно data lake напрямую как свое хранилище это уже вопрос разработки но в принципе если убрать power bi это ваш сиквел сервер в котором вы храните свои данные с которыми вы манипулируете своими данными которым вы описываете правила для хранения и прочее прочее как вы видите со всеми вытекающими последствиями да то есть со всеми таблицами которые могут пригодиться в работе это сделано для того чтобы стандартизировать все необходимые параметры которые у вас есть вот вы можете отредактировать таблицу можете взять эти данные да загрузить и прочее можете подключить в сайнапс можете подключить в и ай билдер для анализа данных которые там находятся или подключить в приложении так если вопросов по безопасности то мы немного out of time вопросов по безопасности нет давайте посмотрим собственно говоря на power apps непосредственно и так почему power apps как я уже говорил интуитивный визуальный интерфейс минимальное количество кодом у нас есть куча готовых шаблонов данные все данные до power platform data words с ее возможностью опять же проверки данных связей данных и прочего прочего прочь может интегрироваться с различными другими источниками данных совместная работа групповая работа до внесение изменений то есть когда вы делаете что-то создаете приложение вы вносите создаете публицируете новую версию это новая версия тут же расходится по клиентам им не надо ничего устанавливать они подтягивают если это работает на мобильных устройствах у них стоит только одно приложение power platform дам power apps которая показывает список опубликованных для них приложений клиент просто запускает он не знает что например версия поменялась но может увидеть по появлю появившимся новым воздух возможностям плюс интеграция с и ай я это покажу и интеграция с power automation приложений бывают несколько на самом деле под power app скрывается три разных абсолютно разных типа приложений первое да то есть это так называемый канвас или полотно да или холст которая представляет из себя обычное приложение мобильное или броузерное приложение предназначено для работы с интерфейсом и для работы с данными то есть у нас есть некие формы для ввода формы для просмотра формы для редактирования может быть какие-то таблицы анализ и прочее 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 это все есть в канвасе если мы говорим про модул драйвен то это взаимосвязь приложений то есть фактически это браузер таблиц или браузер данных которые находятся в дата версия у них есть связи между таблицами у них есть связи внутри таблиц что позволяет вам да то есть как бы сказать ребята заходим по этому линку и работаем с данными вы выбираете здесь например заказы детальные заказы ниже отображаются поскольку опять же модель уже есть вы связали данные между собой и они работают портал это микс из канвас приложений и модул драйвен приложений и работающий соответственно в вебе то есть с одной стороны вы создаете интерфейсы которые нужно там для ввода для отображения и тому подобное с другой стороны вы работаете с модул драйвен приложениями да и таблицами которые отображаются вот в уже перечисленном виде хотя модул драйвен и так работает в вебе но это веб как бы внутренний а это портал который будет внешним ну и соответственно клиенты. Клиенты либо через базовое приложение, либо как веб-приложение в браузере, если мы говорим о конвасе, Model Drive. Опять же, базовое или в браузере, а портал открывается в обычном браузере, и если он настроен на публичный доступ, работает как надо. Соответственно, я про это уже рассказал, теперь осталось только показать, как это работает, что она из себя представляет, и кто в этом виноват. Давайте вернемся к Environment и создадим наверное, новую среду. Скажем, что она будет Production, скажем, что там будет база данных, скажем, что заполнить ее требуемыми данными. Я вот не помню, какая. приложение. То есть, пока среда создается, давайте посмотрим на процесс разработки. Процесс разработки, как я уже сказал, работает через Power Platform. Если у пользователя есть соответствующая лицензия, он видит Power Apps, как отдельную иконку внутри офиса, запускает и попадает сюда. Здесь рабочая среда разработки, где вы можете разрабатывать, обратите внимание, различные решения с различными сценариями, с данными, хранящиеся в различных местах. Например, это может быть данные, которые берутся с Dataverse, может быть SharePoint, Excel Online, SQL Server, либо какие-то другие данные, которые вам понадобятся. Например, у меня вот здесь, как вы видите, есть подключенные OneDrive for Business. То есть, различные OneDrive for Business, которые присутствуют в системе и позволяют вам подключаться. Если вы не знаете, что вы хотите, вы можете заглянуть в коннекторы. Обратите внимание, список коннекторов очень большой и позволяет брать данные с абсолютно различных источников. Начиная от знакомых вам Dropbox, Google Drive, Google Excel, OneDrive, OneDrive for Business и заканчивая различными источниками данных, которые являются базами данных или облачными хранилищами и тому подобное. Если говорить о моем OneDrive for Business, то, скорее всего, мы имеем дело с SharePoint. Вот здесь. Ой, с SharePoint. Sorry. С OneDrive. Иди сюда. Вот он. Обратите внимание, OneDrive, который присутствует в какие-то документы. Например, для этого OneDrive я хочу залить еще файл. И этот файл будет ну, не знаю. А, ему нужно сделать табличку. Сейчас мы сделаем этому файлику табличку. Например, у меня есть для удобства работы, подсчетов и тому подобное. Давай, быстрее, быстрее. Excel файл, который позволяет мне считать Azure. Давайте удалим. Я сказал Delete. А что я не могу удалить? Давайте вот это удалим. Excel файл, который позволяет считать систему. Так, A Table. Как тут создать Table? Что происходит? таблица? Не надо. А, так это и есть таблица уже. Допустим, у нас есть вот эти данные. Я хочу ими оперировать. я их загружаю в нужный мне источник данных. возвращаемся возвращаемся к PowerApps. Говорим, что хотим подключиться. класс. Класс. Окей. Возьмем другую, более простую табличку, чтобы вы понимали, о чем идет речь. это речь идет о такой вот таблице, которая содержится. Я ее просто уже показывал в других демках. Здесь PowerPlatform добавляет свой ключ для таблицы, а в любом случае вы можете увидеть соответствующие списки и прочее, прочее, прочее. Не знаю, чего оно там глюкануло с предыдущей таблицей. В любом случае, вот этот Table1 и что мы видим? Мы видим готовое к работе приложение. Что произошло? В реальности, когда мы сказали, что мы хотим источник данных, система подключилась к необходимой таблице, выбрала, создала коннектор. Коннектор у меня уже был создан и далее обеспечила работу, причем это обеспечило работу в виде вот таких вот полей. Вы видите, некоторые поля заполнены, некоторые нет. Часто система берет, соответственно, данные так, как бог на душу положит, как говорится. В реальности, если посмотреть на всю таблицу, то можно увидеть, во-первых, layout, какой вы хотите сделать, что там должно быть. Во-вторых, вы можете увидеть те поля, которые прилинкованы. Почему-то она первым взяла description, потом subtitle CPU type и CPU gigahertz, что является неправильным. Правильным является, например, name. Вот вы видите, да, в body. Хотя, subtitle, наверное, в title 1 давайте name. Вот. А теперь в body у нас будет description, а в subtitle 1, например, цена. Условно. Description некрасиво. Что можно поставить, кроме description, которого нет? Хотя, в принципе. То есть, таким образом, мы получили готовое приложение. Оно показывает нам канвас. И далее мы можем его выполнить. Как вы видите, оно работает. Оно скроллит. Оно позволяет нам просматривать, что присутствует в Excel-овском файле. И даже его редактировать. Что значит даже его редактировать? При клике на файлик, при клике, упс, на файлик, на запись, можно увидеть более детальное описание. Мы можем отредактировать его. И сохранить. Что сейчас происходит? Правильно. Сейчас происходит операция, по которой вот эти данные были отправлены в OneDrive. Если мы посмотрим на modified few seconds ago, файл был отмодифицирован. И если посмотреть, вот наш кейс for Raspberry Pi, который я дописал и который работает как надо. Если мы хотим что-то добавить, мы видим также новую опцию. Description. Дискаунт нет. ID 12. Mem 4. Name. Ну, раз тут продаем Raspberry Pi. 32. Price. Сколько он там? 75. Готово. Готово. Записываем. Готово. Смотрим. Raspberry Pi. Compute Module. Name. Все как положено. Все как надо. Все как заказывалось. Система готова. Система работает. Система позволяет нам просматривать. Система позволяет нам искать. Система позволяет нам сортировать по разным критериям. Добавлять и прочие-прочие вещи. Например, Arm. Мы видим все, что касается Arm. Даже если эти поля не попадают в соответствующие отображаемые. Как это работает? Что мы, собственно говоря, сделали такого? Ничего особенного мы на самом деле не сделали. Давайте вернемся к приложению. Где мое приложение? Отлично. Забыл записать. Ой. Так. На минуточку. Давайте повторим подвиг. Заодно посмотрим. Тут есть таблица. Connect. Итак, что происходит? Когда мы указываем на какой-либо источник данных, который вы планируете применять. Система сама формирует несколько вещей. Первый из них это, собственно говоря, скрины. Скрин первый. Вы его видите сейчас. На котором помещены компоненты Gallery. Которые являются, собственно говоря, таблицей. В этой таблице присутствует вид. В этой таблице присутствуют поля, которые есть. И самое главное, что здесь есть. Обратите внимание. Здесь есть дата. Откуда берутся данные. Какие данные выбираются. Какие данные выбираются. Это формируется вот здесь. Когда мы выбираем, что нам нужно. Price. Здесь у нас. Где был? Name. Эти данные и выбираются. И формируют. Соответственно. Вернись на Data Gallery. Эти данные формируют нашу соответствующую табличку. При этом есть еще одна вещь. Которая очень интересна в Advanced. Когда мы выбрали Gallery. Это Action. Обратите внимание, что написано в Action. Написано Navigate Detail Screen 1. Screen Transition No. Это типа как будет эффект. Это значит, что при клике на любой из компонентов Gallery. Будет переходить на Detail Screen. Вот наш Detail Screen. Который из себя представляет дата форму. Вот она. Дата форма. В которой вписаны соответствующие отдельные поля. Вот наша дата форма. Вот те поля, которые показываются. Я еще обратил внимание, почему не показала мне Storage Type. Потому что забыли. Storage и Quantity must be added. Обратите внимание, как только я Storage и Quantity добавил, они сразу здесь отобразились. Мы можем контролировать, что где и тому подобное, как оно отображается по каждому полю. Либо же ручечками править каждый из элементов, двигать их. Если это требуется. Но в общем, мы имеем Detail Form. Кроме этой Detail Form. Где, обратите внимание, Data Source Table. А какой элемент выбран, указан как Browse Gallery 1 Selected. То есть Browse Gallery 1 это вот это. Мы что-то выбрали. Сработало действие On Selected. Это вызвало форму Data Screen. А внутри Data Screen показывается таблица 1. И элемент, который показывается в Detail, правильно. Тот, который был Selected. Улавливаете? Соответственно, далее, да. Соответственно, далее что? Когда у этой элементы есть еще таблица. Обратите внимание. Delete. Что происходит при Delete? On Select или иконки Delete. Срабатывает как Remove из Table 1. Browse Gallery Selected. Если пусто, error и так далее. Icon 1. Icon Edit 1. Представляет из себя, обратите внимание. Запуск Edit Form. Edit Form 1. И переход на другой скрин. Это особенности. Но, в принципе, система генерирует это все для вас в процессе работы, если этого требуется. И если посмотреть сюда, то можно увидеть уже Edit Screen. Edit Screen представляет из себя такой же... Edit Form. Представляет из себя такую же форму, где у нас, обратите внимание, пропущены два поля. Теперь они добавились. Размер Storage и прочее. И теперь мы сможем редактировать так, как нам надо. То есть, теперь, если я... Давайте запишем. Кстати, здесь, если обратите внимание, в Save и прочем, присутствуют также опции Share, где вы можете выбрать, кто еще и в каком виде будет работать с данным приложением, для того, чтобы отдать его в совместное использование. В общем, в Shea мы сделали. Мы его App назвали, но ладно. И теперь можем посмотреть, что у нас получилось. Обратите внимание... А, ну да. Обратите внимание, что теперь. Теперь у нас... Где тут? Последний раз был RyPi Compute Module. Это был 4 гигабайта памяти. И нам нужно квантить и на складе 10. А Storage у нас... Мы говорили про 32. Значит, 32. Сохраняем. Смотрим. Compute Module. О, 4032. Количество 10. Работает как надо. Да? То есть, это самый простой сценарий создания... Где, друг? Здесь. Вот она. Это самый простой сценарий создания приложений. Почему я говорю про самый простой сценарий? Потому что нам ничего не потребовалось придумывать и тому подобное. При этом мы можем создавать, обратите внимание, приложения с пустым вариантом. Canvas App from Blank, Model Drive in App from Blank, Portal from Blank, если нам нужно создать. Кроме того, если мы непосредственно перейдем к созданию приложений, то вы увидите, что большое количество здесь присутствует приложений, которые уже готовы. Кстати, если вы соберетесь сдавать экзамены по Power Platform, что, в принципе, весьма и весьма может понадобиться в жизни, да? То в экзаменах, вот даже в базовом экзамене, очень много вопросов, посвященных особенностям и способностям конкретного каждого приложения, каждого темплейта приложения. То есть вот Power Apps Training for Office, да, там, митинг, Power Apps Tasks и прочие-прочие-прочие вещи – это все есть как бы здесь. То есть, если вы, например, хотите создать какой-то из вариантов, пожалуйста, выбирайте, обратите внимание, большое их количество. Что касается работы с офисом, всех и тому подобное. Что касается пустого приложения Canvas, то давайте посмотрим, как он разрабатывается и что оно делает. У нас есть вариант телефон или table. Tablet. Big App. Create. Skip. В данном случае, что мы видим? Мы видим пустое приложение. У нас есть один экран. Он предлагает что-либо поставить, либо подключиться к каким-то данным. Мы можем подключиться к таблицам Dataverse, либо использовать, опять же, существующие коннекторы, которые у нас есть. Например, у нас OneDrive for Business. Что у нас тут? Skip. Давайте это приложение закроем. OneDrive for Business, который уже создан. Или мы можем создать новый коннектор, если нам этого требуется для каких-то других целей. Connect. Опять же, как вы видите, никаких специальных вещей нет. Что произошло? У нас появился просто новый коннектор и по-прежнему пустой скрин. Для того, чтобы что-то с чем-то работать, обратите внимание, у нас есть те самые гэллери, о которых мы говорили. Которая может быть пустая, которая может быть вертикальная и тому подобное. Мы можем выбрать вертикальную и использовать ту самую коннектор, который уже есть. Либо, опять же, использовать какие-то другие таблицы и прочее. Произошло ровно то же, что мы видели ранее. То есть, система автоматически показала нам табличку со своими настройками. Вот она, гэллери. Вот она, эдит. Вот тип. Нам не нужно это. Нам нужно вот это. Нам также не нужно в боди. А в боди-дескрипшн нормально. В сабтайтл мы хотели количество. В боди-дескрипшн в тайтле мы хотели name. Готово? Готово. Теперь дальше. Двигаясь по типу. То есть, у нас большое приложение. Мы выбираем, хотим, чтобы работало здесь. Обратите внимание. Display Form. Узнаете? Тот же Display Form, который для вас система поставила ранее. В отдельное окно мы можем его поставить в данное окно. Давайте здесь делаем поменьше, здесь побольше. И Connect Data. Edit Fields. Все наши филды. Готово. Расположение, опять же, вы регулируете сами. Вертикальное. Что вам нужно? В каком последовательности вы регулируете сами? Иди сюда. Куда я его затащил? Кто-то видит на им? Это я не люблю с этой штукой. Но в любом случае... Сейчас мы его перетянем. Итак. Опять же, готово. Теперь самое главное. Advanced Data Source. И какой айтем показывать? Айтем у нас показывается какой? Правильно. Gallery 1. Selected. Обратите внимание, опять же, до чего я это показываю? Нам не нужно каких-то специальных навыков для того, чтобы работать. Нам нужно знать только те базовые вещи, те базовые элементы, которые касаются работы. Теперь, если мы запустим данное приложение, выбираем здесь, работает, выбираем здесь, работает, работает, работает и тому подобное. Если мы хотим редактировать, мы можем, опять же, создать новый скрин, вызывать соответствующую форму редактирования и тому подобное. Теперь вернемся к данным. Сейчас я покажу один момент, который является весьма и весьма интересным. Вот тут спросили, можно ли добавлять проверки вводимых данных и тому подобное. Можно. И это все как раз следующая тема. Мы все время создавали, обратите внимание, что? Мы все время создавали базовое приложение с канвасом. Теперь мы посмотрим, как это работает на Model Drive Demo. Данных нет? А данных нет. Вот так всегда. Сейчас мы... Вернемся назад. Печалька. Кто удалил все наши данные? А данных у нас нет. И это нехорошо. Хорошо. Мы сейчас сделаем следующее. По идее, я создал новую среду. Которая должна содержать данные. У нас в Dataverse в настоящий момент должны иметься данные, как минимум базовые. И обратите внимание, каждый из таблиц, она не просто таблица, она содержит колонки. Она содержит relations между текущими полями и полями в других системах. Она содержит бизнес-рулы, которые описывают, как эти данные вводятся. Она содержит себе вьювы, как эти данные отображаются. О, тут данные есть. Она содержит в себе формы, как эти данные показываются в виде форм. Она показывает себе, тут нет, дашбордов, которые могут быть, какие-то чарты, которые могут уже быть созданы. Сейчас он запустит отдельную консоль для работы чартов. И тому подобное. То есть, если мы говорим о проверках и прочего, 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 то самый простой вариант всех этих проверок и прочих вещей – это как раз вещи, которые касаются Dataverse. Почему Microsoft и говорит, что работаете с Dataverse, а не с какими-то внешними источниками для того, чтобы упростить. То есть, данные берем откуда угодно, но работаем с Dataverse, создавая соответствующие бизнес-рулы. Он запустит эти чарты. О, это будет еще долго. Ну, идею вы поняли, да? Обратите внимание, показывает различные чарты для работы. Соответственно, кондишены, которые вы можете описывать, если что, куда, как и прочее, прочее. Какие поля блокируются, не блокируются операции и все это вместе. Это и есть наши Data Rules, позволяющие вам работать с системой. Кроме того, есть возможность выбрать различные чойзы и описать, что туда могут вводиться. Есть Data Flow, как эти данные берутся, трансформируются и переносятся между системами. Все это, как я уже сказал, одна большая, большая инфраструктура для работы. Например, у нас есть список адресов. Ну, это сейчас заполнены уже. А, нету ни одного адреса. Ну, ладно. По крайней мере, клиенты есть, и на том спасибо. Так вот, возвращаясь к теме управления, используя данную штуку, мы можем создавать различные приложения. Как вы видите, здесь присутствуют, например, Fundraiser, готовое Model Driven приложение, которое берет из различных таблиц информацию о том, что у нас есть. Здесь вот вы видите, например, как дашборды с соответствующими приключениями, кто за что платил и подробная информация об этих людях, какие донейшены, от кого, когда поступали и прочее, 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 прочее. Как это работает? Работает это все очень просто. Если вы посмотрите на само приложение, то это приложение имеет некий список компонентов сайтмэпс. Вот вы видели Fundraiser, Dashboards, Donations и прочее, 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 прочее. Который, каждый из себя представляет дашборды, главный дашборд, который представляет из себя Fundraiser, который из себя представляет Donation. Откуда это берется? Это все берется из соответствующих табличек. То есть, если мы посмотрим в организации, где наши Fundraiser, какой таблицы, куда оно привязано, то, соответственно, как я уже сказал, у каждой таблицы есть свои параметры. Ассет чекаут. Что он не догружает? Есть свои чекауты. Например, форма, какая, где и тому подобное. Вид, какой, где и тому подобное. Таким образом мы можем строить все наши приложения, исходя из соответствующих вещей. То есть, челленджи, идеи. При этом идея может быть Active, может быть Inactive, Team Projects, Automation и так далее. Да? То есть, оно все перебрасывается в рамках данных. Если мы хотим создать такой Model Driven Application, тут он сейчас в превью. У нас есть странички, таблица или формы, дашборды или кастом. У нас уже присутствуют созданные заранее дашборды, которые мы можем выбирать. Либо же у нас присутствуют таблицы, которые мы можем выбирать и связанные с ними параметры. Как вы видите, эти все таблицы, вот они в работе. Давайте возьмем Аккаунт. Вот наша табличка, с которой мы можем работать, в которой мы можем добавлять необходимые вещи. То есть, у аккаунтов присутствуют все их, для простоты понимания, все их, обратите внимание, опции, которые касаются того или иного вьюа. Если мы сейчас запустим такое приложение, то можно увидеть, как это работает. Откуда это все берется? Давайте посмотрим на таблицы и заглянем в Аккаунт. Узнаете? То есть, опять же, все вещи, связанные с данными, управлением данных и часто представлением данных, находятся вот в самом Dataverse. И это обеспечивает очень хорошую гибкость в работе данной системы, без каких-либо моментов специального вообще программирования. То есть, почему я вначале говорил, что для Data-аналитиков, людей, которые бизнес-аналитикой занимаются и тому подобное, если они знают связанные таблицы, если они знают те данные, как, где и почему они должны работать, если кто-то проектировал подобные вещи, то дальше на их основе создать новое приложение необходимым видом вообще не проблема. Вот вы видите, это старая форма. То есть, мы работали в новой форме, оно показало в старой форме. Например, чарты. Обратите внимание, мы используем все вьювы. Я не хочу использовать все вьювы. Я хочу показывать только вот такие вот опции. Как только я это сделал, то есть, save and close. Запускаем. Структура меняется только на выбранные нами аккаунты и тому подобное. Если я хочу поменять или добавить что-то, я захожу, соответственно, в данную табличку и меняю либо саму табличку, либо, например, добавляю какие-то компоненты сюда, которая будет дашбордом. Ну, дашборды уже созданы для других, как вы видите, таблиц. Давайте, ну, кастом пейдж, неинтересно будет. Еще одну табличку, окей. Давайте добавим activity, например. Соответственно, можно увидеть activity и, опять же, да, запустить данное приложение. В работу. То есть, здесь мы имеем дело с activity, здесь мы имеем дело со всеми видами, которые в activity прописаны. То есть, это все в таблице, да, система просто их вытаскивает, когда нужно. Система позволяет без какого-либо, обратите внимание, программирования создавать соответствующие чарты, которые вам нужны. Они там есть, да, подгружаются и тому подобное. Система позволяет, опять же, редактировать, смотреть имейлы, которые привязаны к соответствующему аккаунту и прочие-прочие-прочие вещи делать. То есть, эти все операции и есть model drive. Если говорить о порталах, то с порталами это все будет, как это, пересекаться. То есть, мы сейчас смотрели приложение Canvas, мы смотрели modern driving, портал. Это тоже только на Web, плюс портал создается довольно долго. И у нас нет особого, скажем так, времени для того, чтобы сейчас о нем говорить. Мы перейдем дальше. Мы перейдем дальше к тому, что называется Flow. Что является очень и очень интересной вещью. Что такое Flows или Power Automation? Это процесс, когда вы можете запросто создать соответствующие бизнес-процессы, не приложению. То есть, приложение мы публикуем. Если вы обратили внимание, у каждого приложения присутствует кнопочка publish, которая позволяет вам после этого обеспечить работу этого приложения для пользователей. То есть, нажатие кнопки publish делает его очень доступным, общедоступным для пользователей, которые имеют право на доступ к конкретному environment. Так это работает, да? Flows – это то, что пользователи в большинстве своем не видят. Они не знают, что это такое, но мы можем создавать облачные, мы можем десктопные, обратите внимание, Flows. Мы можем создавать бизнес-процесс Flows, которые работают именно с данными. И, собственно говоря, в Desktop Flows, как я уже говорил, вы должны установить приложение, и дальше это будет эмулировать работу непосредственно на пользовательском десктопе. Мы будем говорить сегодня про Cloud Flows. Обратите внимание на большое количество различных Cloud Flows, которые могут быть использованы. Мы скажем, что мы хотим создать Automated Cloud Flows, которые запускаются по какой-то автоматической операции. Также могут быть Instant Cloud Flows, то есть то, что запускается вручную. Очень часто Instant Cloud Flows используется внутри Power Apps приложения, то есть у нас есть кнопка «Отправить дальше». И дальше, например, вызывается, соответственно, Instant Cloud и Schedule, то есть по расписанию, которое нам нужно. Мы говорим о том, что хотим работать с автоматическим Flow. Что такое автоматический Flow? Мук демо Flow. Автоматический Flow будет срабатывать по какому-то триггеру. Набор триггеров, они же коннекторы. Вы видите здесь. То есть все, что душе пожелает, может выступать триггером. Что такое триггер? Событие, которое происходит где-либо. Например, получение почты. Когда новый имейл приходит? Итого, что мы видим? Мы видим, что система сразу создала коннектор. Этот коннектор автоматически использует мои креденшалы в работе. Как вы видите, это Игорь Сейдж, Полисервис ДКА, он Microsoft.com. То есть как только придет какой-то имейл, сработает этот триггер, запустится Flow. Мы можем детализировать, что должно быть. Например, это должно быть attachment. Во-вторых, это должен быть invoice в сабжекте. Importance только high. И рассматривать только с attachment. Понятно, да? То есть сейчас воркфлоу сработает только при условии, если придет письмо с attachment, и этот attachment в сабжекте будет invoice, и письмо будет как high. Дальше мы можем выполнять какие-то операции. Какие операции мы можем выполнять? Например, у нас есть OneDrive. И мы хотим поместить письмо, которое придет, в какой-либо фолдер в OneDrive. Обратите внимание, поскольку письмо приходится attachment, мы говорим, что мы хотим создать файл. Эта штука также использует мой Игорь SH коннектор. Или же я могу сказать, что он будет использовать, например, какой-либо другой коннектор. Стоп. Я уже не помню, какой из них какой. Игорь Шестидко без SH. А. Так, теперь вы пароль вспомните. Вспомнил. То есть он будет создавать не в том аккаунте, который принимает, а в другом аккаунте, где у нас есть root folder. Файл Нейм. Обратите внимание. Файл Нейм у нас будет Attachment Нейм. Здесь произошла интересная штука. Обратите внимание, у нас появился Apply to Each. То есть система автоматически, чтобы вы не задумывались... Выключите, пожалуйста, у кого-то микрофон там. Выключите третий микрофон, пожалуйста. Чтобы вы не задумывались над тем, что attachment может быть много и не допускать ошибок, система автоматически говорит выполнять операцию каждому attachment. То есть если я отправлю с одним файлом, отработает. Если с двумя файлами, отработает. То есть здесь цикл будет по attachment. Обратите внимание, Apply to Each. И здесь выполняется файл, который будет создавать внутри фолдера. Attachment Name такой-то. И что будет записано как файл content? Attachment Content с предыдущего шага. Просто. Все. Готово. То есть теперь мы следим за attachment. Если attachment соответствует... Ну, вернее, письмо соответствует критериям, то система отправляет его дальше. Теперь нам нужно вспомнить, какие имейлы где мы использовали. Давайте вот этот скопируем. И давайте создадим новый имейл. To. А. Вот не люблю. Да елки шпалки. Будем делать как всегда. Такие так называются? Да, правильно. Subject просили, чтобы это был invoice. Если я правильно написал. Просили, чтобы он был high importance. Правильно. И давайте добавим туда каких-то файлов. Ну, не знаю. Давайте вот этот вот. И давайте ARM template. ARM template. По-моему, неплохо. Тема нам не важна. Правильно. Текст. Потом будем с текстом заморачиваться, если этого требуется. Отправить. А-а-а-а-а. А забыл же. Вот, вот же ж. Тест. Вот же когда. Забыл же запустить. Надеюсь, что успеем. А, успели. Обратите внимание, система в режиме теста обнаружила новое письмо и выполнила, соответственно, первую операцию. Мы видим количество секунд, затраченных на первую операцию. Что мы получили в инпуте, что мы получили в аутпуте. Обратите внимание, это полный, то есть вот это вот то, что пришло как письмо, вот это полное содержание аттачментов. Ну, это если вам вдруг захочется подебажить и понять, что пришло. Следующий шаг был. Было две операции for each. И в каждом из шагов было выполнено create файл. Был найден файл arm template. И этот файл arm template был записан как соответствующий ID в системе. Да, он записывался в мой личный OneDrive. И, соответственно, мы можем здесь увидеть, что несколько секунд назад arm template был записан сюда. Второй ореховый PDF был записан сюда. Вопросы? Что-то никто вопросов не задает. Смотрите. Здесь есть еще один важный момент, который мы опускаем. Обработка. В принципе, исходя из тех данных, которые мы видим, получаем, каждый из операций содержит в себе некую последовательность других операций. Например, можно перед тем, как записать файл, отправить письмо. Можно перед тем, как после того, как записали все файлы, отправить информацию. То есть каждый следующий шаг может содержать в себе данные о предыдущем шаге. Например, add action. Send email. Send email. Мы будем использовать Microsoft 365. Мы будем отправлять email. To. Мы будем отправлять его, допустим, игр.sh, поскольку мы туда записали файл. New File Created. И обратите внимание, Dynamic Context. Dynamic Content у нас содержит результаты операции Create File. Он содержит операции New Email Arrives. Поскольку мы хотим уточнить, что же мы создали здесь, то можно добавить, например, name of file. А здесь мы можем добавить соответствующий display name. Обратите внимание, в body путь. Можете туда текст дописать любой. И что самое интересное, например, media type. Теперь получается, что каждая следующая операция будет выполнять нужную нам вещь. Это еще один вариант. Упс, save не нажал. Save. Тест. Снова отправляем email. Где мой почтовик? New. Давайте опять на Igor. message. Сюда. Invoice. Options не забыть. Insert. Давайте. Побольше файлов. Так. Arm template уже отправляли. Вот этот вот. Вот этот вот. Давайте отправим. Не знаю. Что-то покороче. Поменьше. Что-то покороче. Вот этот вот. И вот этот вот. Есть. Отправляем. Сейчас, как вы видите, workflow находится в режиме ожидания, в режиме тестирования. Как только файлик придет, соответствующий, она должна отработать. О, увидим running. И все операции выполнены. Обратите внимание, каждая из операций заняло по секунде. Письмо было отправлено. И, например, какое там у нас первое письмо должно было быть. Pipeline. Hadlife. Да. Вот это письмо. У меня пришло, как запланировано. Вопросы. Триггер при выбирании элемента списка есть. Элемента списка какого? То есть, типа, это же зависит уже от инфраструктуры. То есть, триггеры вообще срабатывают. Не, SharePoint список у вас сам по себе. Да, то есть, как бы, это не значит. То есть, это у SharePoint есть свой воркфлоу. Вы можете при выборе SharePoint создать воркфлоу, которое триггерится внешним раздражителем. И запускать его. Это возможно. То есть, вам тогда нужно Instant Cloud Flow сделать. И тогда SharePoint вызывает воркфлоу. Но выбор списка на экране пользователя для воркфлоу недоступен. Он не взаимодействует с пользователем. Он взаимодействует с системой. Или же, если мы говорим о контроле за пользователем, тогда используйте Desktop Flow. Это отдельная история, где что-то случается на десктопе и срабатывает. Но для этого в SharePoint есть свои Automation, которые совместимы с Automation Power Apps. Как я уже говорил, что система офиса работает тоже с Power Apps. И это и происходит. То есть, вы в SharePoint говорите вызвать мой Instant Flow для обработки чего-либо. Но сами события это что-то новое, что-то добавленное и так далее. То есть, вот это вот триггеры. То есть, использование именно динамических событий на стороне пользователей здесь не предусмотрено. То есть, мы можем расписанию, можем по триггеру и прочее, прочее. Но изменение записи срабатывает. То есть, удаление записи срабатывает. Появление записи или файла, или строки в базе данных срабатывает. То есть, если вы посмотрите на обширность, скажем так, количество шагов и прочего, 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 то вы найдете огромную массу вещей. И здесь, что я хотел показать дальше. Например, пример обработки... У нас времени мало. Пример обработки инвойсов. Вы можете использовать AI-билдер, натренировать его, и, используя дальше натренированный AI-билдер, делать, например, форм-процессинг. Что такое форм-процессинг? Форм-процессинг позволяет вам задать необходимые формы, и, используя эти формы, для анализа дальше присылаемых файликов. То есть, у вас приходит файлик, вы смотрите, что там, например, PDF, и анализируете PDF. Или смотрите, что это картинка, анализируете картинку для того, чтобы понять, что находится внутри. Давайте посмотрим на простом примере. Я надеюсь, что 10 минут нам хватит. Хотя бы показать, как это делается. Итак, мы сейчас говорим, что мы хотим сделать форм-процессинг. Для того, чтобы сделать форм-процессинг, нам нужно, обратите внимание, добавить некое количество форм, которые будут работать. Допустим, ID. Тут, видите, можно добавить целую страничку, таблицу, можно добавить несколько таблиц, чекбоксы, анализ и тому подобное. Я сейчас показываю самый простой. date. Date. Add. Sum. Нам нужны документы. Добавить документы. Он говорит, откуда брать документы. Еще раз, идея документов состоит в том, что вы просто подгружаете... Давайте сейчас я... Документы, кстати, берутся картинки и PDF-ники. Так. 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 Минимум, как я уже говорил, пять элементов, документов требуется. Готово. Теперь обратите внимание, Интересно. А чего это? Мы в каком работаем? В MOOC? Кто помнит, где мы создавали MOOC? Сеттингс, ресурсы. Сеттингс. Хм. Так. 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 прикольно сломали кто-то видит Процессы, select environment where you deactivate and select settings, resources, all legacy settings Settings, resources, all legacy settings, PUSTA Processes from the settings menu, processes Да, класс Люблю, когда документация не соответствует тому, что в реальности есть Ну окей, если мы переключимся на другие Сейчас, минутку Давайте ID DATE SUM Что, все равно они будут работать? New collection, создать collection, добавить документы И в этих документах 3 4 5 5 Рекомендуется больше загружать документов Но, в принципе О, в этом, похоже, у нас работает Окружение Сейчас Сейчас Next 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 Итак, что нам нужно сделать? Смотрите, у нас есть некая форма документа В этой форме документа присутствуют некоторые, соответственно, поля Мы можем выбрать, какое поле будет чему соответствовать В реальности, например, мы говорим о том, что ID – это вот это поле А data – это вот это поле Сумма – это вот это поле Первый документ закончен Второй документ Мы говорим о том, что вот это ID Вот это data Вот это сумма Третий документ Значит, вот это у нас ID Вот это date Вот это сумма Next То есть у нас готовая модель Мы ее сейчас запускаем И теперь она будет тренироваться После того, как она натренируется Мы можем использовать данную модель Внутри наших workflow Или внутри чего-либо Например, для предыдущего workflow Которое мы говорили, да При получении файлика Мы можем проверить, что файлик является PDF Мы можем проверить о том, что он содержит в себе нужную форму Мы можем потом отправить Вызвать в соответствующем flow Есть вызовы BI Пока оно тренируется Мы можем вернуться к нашей А, я в другом этом Environment Ну, не важно, да Давайте создадим новый Automated Automated AI New email New email В inboxе Обязательно с attachment Там Include attachment Yes Filter Importance High Filter Invoice И смотрите Когда мы получили этот степ Следующий степ Мы можем вызвать AI Builder И внутри него Вызвать формочку Взять существующую модель Ха-ха-ха Она еще не оттренировалась Давайте запишем Так Удалим Не хочешь записываться? Какой тебе экшен добавить-то? Send email To To И здесь Subject Subject Whatever Body Это мы берем снова этого самого Когда новый email приходит тоже body мы пересылаем заново Вроде хватит Давайте посмотрим Модель Оттренировалась Или еще нет Еще продолжает тренироваться Да Оно тренируется сейчас И в результате Мы получим эту модель Которая будет доступна нам И дальше мы сможем взять Опять же Информацию из формочки И обработать эту информацию из формочки Непосредственно В нужном нам окружении И дальше Отправлять уже не файлики А иметь ID Там Дату И сумму платежа Которые нужно оплатить Для того чтобы обеспечить В работе Да Ну О Train it Отлично Можем кстати проверить А Мы ее должны опубликовать для начала Да И сюда Паблиш Опубликовываем То есть еще раз Оно недоступно Как вы видите Но может быть использована потом В Power Apps Или в Power Automate В Power Apps Вы можете ее использовать Например Путем загрузки Системы Поля Которые будут Можем выполнить Quick Test А я сейчас подгружу форму Которую я ей не давал То есть у меня есть там Эти инвойсы За предыдущий Год Давайте возьмем Я давал Какую Ага Вот Вот сейчас Я подгружу Вот это Обратите внимание Она Анализирует О Это перевернуто Кстати Интересно будет А Не Нашло Смотрите Сумма ID Date Close Работает 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 Переходим Назад к нашим приложениям Я сказал А Sorry Flows Редактируем Наше Flow Теперь Вместо того Чтобы Делать Send Email Хотя пусть будет В средине Добавляем Новую Action Которая Будет AI Content Которая Будет Формочкой Как видите Там есть Identity Documents И прочее My Test From the Type PDF И Обратите внимание Вам Даже не надо Думать Что туда Переслать Система Настолько Умная Что Где-то Вот только В attachment Есть Соответствующий Контент Уловили Идею Теперь Вот это Надо Затащить Сюда Потому Что Дальше Мы Возьмем Invoice ID И Укажем ID Value А Здесь У нас Будет Date И Укажем Date Value А Здесь У нас Будет Payment И Укажем Сума Save Save Тест Ждем Оно идет в работе Так Только забыл А Invoice надо добавить И все Теперь Мы Отправляем Опять Email На нашу Страничку Упс Нет Не отсюда Извиняюсь Отсюда Это Должно Быть Пойти На Игор Игор Сэйч Полисервис Subject Invoice И Далее Мы Кидаем Туда Invoice И Отправляем Блин У нас же там два воркфлоу работает Ну Сейчас разберемся Кто первый Хотя по идее оба должно сработать Так Уже В семь минут Двенадцатого Мы Немного Задерживаемся Чтобы проверить Пришло ли письмо Вроде не пришло еще Те предыдущие пришли А это еще нет Ну И где? Или я какой-то критерий забыл поставить Ага Я забыл поставить High Понятно Повторяем Сейчас Минуточку Форвард Я забыл поставить опцию high Еще раз повторяем а пошло смотрите пошел вызов формы форма отработала все результаты здесь и можно увидеть что она мне отправила в качестве письма то есть айди 0030 3 7 2017 8000 как и ожидалось и по идее сейчас мне на email должен был прийти вот такой вот вариант то есть и один войс и так далее а кто сомневается в том что этот документ правильный вот оригинальный документ который я отправлял чтобы убедиться в том же второй workflow тоже должен был сработать вот он чтобы убедиться что он это он вот он пришел 803 2021 10 07 2021 она я тоже думаю что она вопросы окей если вопросов нет мы тут уже много чего рассмотрели без слайдов единственно что чат-бот уже к сожалению времени нет но мы об этом раз уже рассматривали разговаривали ранее отдельная была даже тема про чат-боты можете попросить запись большое спасибо за внимание еще раз напомню как со мной связаться и тому подобное есть на ютюбе видео можете заглянуть на linkedin кто-то что-то никто за сегодня не присылал приглашение на linkedin нету ни одного вопросы если у кого-то есть вопросы кого-то остались вопросы можно написать в чате еще вот тут пишешь на практике вопросы поясда на практике появляются вопросы нюансы но в большинстве нюансов скажем так система сглаживает все вот необходимые вещи опять же да вы главное должны понимать что не пытаться там сделать не стандартные вещи да то есть или не специфические вещи к для которых система не предназначена например вот как вопрос был про то что называется списки в шире пойнте к сожалению да то есть она не видит что происходит шире пойнте но вы можете из шире пойнта вызвать в соответствующий воркфлоу также как вы можете вызвать соответствующий воркфлоу из-за application если это instant или automated да то есть вы должны знать понимать какие события происходят ну и опять же очень сильно вся система завязана на понимание вами самих коннекторов куда что как оно должно подключиться и как это должно работать с точки зрения а там той же и ай потому что это очень мощный инструмент обработки именно и а я то есть искусственного интеллекта для вот таких вот операций формочка отсканили и тому подобное не надо человека не надо проверять и тому подобное если вы обратили еще внимание да на то что я показывал то здесь где ты здесь есть не просто даже например режим сканирования но и вероятность до конфидент скоп до 017 то есть насколько система конфидентно относительно того чтобы что это именно правильно и насколько это конфидентно относительно каждого из чисел да например вот вы видите 031 для каждого для элемента 0 дата 090 88 до что там 027 то есть сумму она не не уверена но пишет 8000 но с вероятностью даже вот эту информацию важно понимать и вы можете использовать ее тоже насколько система уверена да то есть получается что если я сейчас зайду например вот сюда я могу вставить вероятность каждого из элементов да то есть это у нас был айди да это велью где они тут ты это вели а но придется ручечками писать то есть вот эти все поля которые доступны в принципе через экспрессионы могут быть доступны то есть если вы пишете экспрессион то вы пишете какая переменная вам нужно вводите переменную и тому подобное для того чтобы оценить что вам вернулось то есть эта штука как вы видите возвращает только базовые вещи но внутренних можно тоже залезть и посмотреть покопаться для допустим для конфидентности насколько вероятные на те или иные вещи это тоже можно отправлять ну или проверять и писать там плюс опять же дальше есть отправить письмо с подтверждением да то есть как бы и трубал реквест send and wait the approval система будет ждать пока вы не это самое approve reject вот и система будет отправляете approval ждете что так и так выполняем то 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 да и ждете подтверждает не подтверждает например вносит данные ну то есть нюансов и сценариев очень много еще вопрос что же если вопросов нет то будем прощаться ольга ольга ничего не хочет добавить тогда большое спасибо за участие о одна ссылочка пришла на linkedin и тогда увидимся в ближайшее время у у нас следующий доклад посвященный эжур виртуал десктопом и всего хорошего